Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Сегодня мы продолжим изучение книги «Исход», но прежде чем перейти непосредственно к лекции, обратимся к нашей почте. Вот письмо от Анатолия Никифоровича из Казани. Он пишет. «Слушая ваши передачи, я прихожу к выводу, что познать Слово Божье без такого путеводителя по Библии очень трудно. Для исследования священного писания необходима книга, которая бы включала услышанные мною материалы доктора МакГи. Я был бы вам очень признателен за информацию о такой или близкой по содержанию книге, объясняющей трудные места Библии». И далее следуют три листа бумаги с большим количеством вопросов. На все эти вопросы мы постараемся ответить вам, уважаемый Анатолий Никифорович, письменно. А сегодня давайте поговорим о том, так ли уж необходимо иметь на столе книгу доктора МакГи, чтобы познать истину и прийти к Богу. Да, несомненно, комментарии к Библии помогают разобраться в том, о чем идет речь в тех или иных ее отрывках. Наш курс лекций, рассчитанный на ежедневное чтение Библии в течение пяти лет, призван рассказать слушателям об Иисусе Христе, истинном Боге и Спасителе всего человечества. Вся Библия от книги Бытие до книги Откровения говорит именно об Иисусе Христе, потому что ее цель – привести людей ко спасению. Вопросы о том, как была сотворена земля и даже человек, не главные в Библии, хотя и указывают на Творца. И все же вряд ли можно сказать, что познать Слово Божье можно только с помощью подобных разъяснений. Что же нужно для того, чтобы понять Библию и обрести спасение? Давайте вспомним, как поступали первые христиане. Зададим себе вопрос, как они могли существовать, расти и умножаться без современного Нового Завета, без множества справочников, пособий и толкований, которыми мы пользуемся в настоящее время. У них ведь ничего не было, кроме писем апостола Павла и устных сказаний, передаваемых от одного к другому. Итак, откуда же они знали истину? Ответ на этот вопрос мы находим в Евангелии от Иоанна, 16 глава, стихи с 12 по 15. Иисус Христос, расставаясь со Своими учениками, обещает послать к ним Духа Святого, третью ипостась Святой Троицы. «Еще многое имею сказать вам, — говорит Иисус, — но вы теперь не можете вместить. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину. Ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам». Познать Слово Божье без руководства Духа Святого невозможно, даже имея справочники и различную литературу. Кстати, Анатолий Никифорович прислал нам брошюрку, где некий доктор Карим пытается доказать, что Иисус Христос не умирал и не воскресал. Свои рассуждения этот доктор тоже основывает на Библии. Поэтому есть опасность уклониться от истины, следуя неверным комментариям в процессе постижения Слова Божьего. Апостол Павел предостерегал своих последователей от чрезмерного и педантичного следования различным инструкциям и положениям. Он постоянно напоминал верующим о том великом даре, который все они получили, уверовав в Иисуса Христа, как в Бога и Спасителя. В первом послании Коринфянам во второй главе и в двенадцатом стихе он пишет «Но мы приняли не духа мира сего, а духа от Бога, дабы знать, дарованное нам от Бога». Как же получить дар Святого Духа, который все объяснит, поможет и наставит? Вот что отвечает на этот вопрос Библия. Читаем книгу «Деяния апостолов», вторая глава, тридцать восьмой стих. «Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». Итак, придите к Богу во имя Иисуса Христа в простой и искренней молитве. От всего сердца попросите прощения за все ваши грехи, и будьте уверены, что вы получите прощение всех ваших грехов и дар Святого Духа. А теперь давайте вместе с доктором Мак-Ги порассуждаем над книгой «Исход». Текст его лекции читает Владимир Сорокин. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение третьей главы книги «Исход». В прошлый раз мы остановились на четырнадцатом стихе, в котором Бог говорит с Моисеем. В последующем тексте третьей главы мы узнаем о том, как Моисей получил повеление Бога служить ему. Пришло время, когда сбылось обещание Иосифа, которое он дал сынам Израилевым. Я читаю двадцать пятый стих пятидесятой главы книги «Бытие». Бог посетит вас. А вот пятнадцатый стих третьей главы книги «Исход». И сказал еще Бог Моисею, «Так скажи сынам Израилевым, Господь, Бог отцов ваших, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова послал меня к вам. Вот имя мое навеки и памятование о мне из рода в род». Бог являлся Аврааму, Исааку и Иакову. И вот теперь тот же Бог посылает Моисея к детям Израилевым и дает ему подробные инструкции, которые мы находим ниже, в стихах с шестнадцатого по двадцатый. Пойди, всобери старейшин Израилевых и скажи им, «Господь, Бог отцов ваших явился мне, Бог Авраама, Исаака и Иакова». И сказал, «Я посетил вас и увидел, что делается с вами в Египте. И сказал, «Я выведу вас от угнетения Египетского в землю Хананеев, Хиттеев, Амореев, Ферезеев, Евеев и Иевусеев, в землю, где течет молоко и мед. И они послушают голоса твоего, и пойдешь ты и старейшины Израилевы к царю Египетскому и скажите ему, «Господь, Бог евреев призвал нас, итак, отпусти нас в пустыню на три дня пути, чтобы принести жертву Господу Богу нашему». Но я знаю, что царь Египетский не позволит вам идти, если не принудить его рукою крепкою, и простру руку мою, и поражу Египет всеми чудесами моими, которые сделаю среди его, и после того он отпустит вас. Бог излагает Моисею четкий план действий. Он должен пойти к старейшинам Израиля и объяснить им Божий план избавления. Затем они все вместе должны пойти к фараону и попросить его отпустить их на три дня в пустыню, чтобы они могли всем народам принести жертву своему Богу. Суть плана состояла в том, чтобы медленно подготовить фараона к уходу евреев из Египта, а не ставить перед фактом «завтра мы уходим отсюда в землю ханаанскую и обратно никогда не вернемся». Бог также предупреждает Моисея, что фараон не отпустит их. И этот отказ фараона позволит Богу начать свою кампанию против многочисленных египетских богов. После этой борьбы, во время которой Бог продемонстрирует удивительные чудеса и знамения, фараон будет по-прежнему упорствовать и не захочет отпускать Израиль. И тогда Бог пошлет на Египет свои десять казней, которые заставят фараона изменить мнение и отпустить израильтян. Бог будет неукоснительно следовать своему плану по избавлению Израиля. Прочтем заключительные стихи третьей главы, двадцать первой и двадцать второй. Бог говорит. Слово «выпросит» имеет особый смысл. Здесь совсем не имеется в виду, что израильские женщины попросят в долг, а затем не вернут эти деньги, то есть украдут их. Нет, они здесь выпрашивают свои собственные деньги, ту плату, которую им задолжали египтяне за несколько сотен лет тяжкого рабского труда. Таким образом, и здесь Бог заботится о них. Они уйдут из Египта, получив сполна за свой труд. Теперь давайте начнем изучение четвертой главы книги Исход. В этой главе мы узнаем о тех возражениях, которые Моисей высказал Богу в ответ на его повеление вывести Израиль из рабства. Моисей сослался на неверие израильского народа и на неумение говорить красиво и убедительно. Бог же отвечает на его возражения двумя знамениями – жезлом, способным творить чудеса, и прокаженной рукой Моисея, которая олицетворяет здесь грех. Бог очищает руку Моисея от болезни. Так мы снова убеждаемся в способности Бога помогать людям, которые подчиняются ему. Что касается неумения Моисея говорить, то его брат Аарон будет говорить за него. В конце главы Моисей возвращается в Египет и объявляет старейшинам Божий план избавления израильтян. Подводя итог, можно сказать, что четвертая глава книги Исход расскажет нам о возвращении Моисея в Египет и о том, как чудесно рассеивает Бог все опасения и страхи. Итак, чего же боится Моисей, когда узнает от Бога, что должен стать избавителем народа Израилева? Прочтем первой и второй стихи. «И отвечал Моисей и сказал, «А если они не поверят мне и не послушают голоса моего и скажут, не явился тебе Господь!» И сказал ему Господь, «Что это в руке у тебя?» Он отвечал, «Жезл». Отныне Моисей будет не раз пользоваться этим жезлом во многих ситуациях. Жезл станет знаком власти, свидетельствующим Израилю и Египту, что Бог всегда с Моисеем. А еще этот жезл будет источником силы для Моисея. Читаем стих 3. Господь сказал, «Брось его на землю». Он бросил его на землю, и жезл превратился в змея, и Моисей побежал от него. Когда Моисей бросил жезл на землю, тот превратился в ужасного ядовитого гада. Заметьте, жезл сам по себе не имеет никакой силы. Он простой инструмент, который могут использовать и сатана, и Бог. Давайте для примера представим, что это не жезл, а долларовая бумажка. И только когда этот доллар или жезл оказывается в руках Божьего человека, движимого силой Бога, только тогда он может быть использован для Бога. Вот еще один важный урок, которому Бог учит нас в этом эпизоде. Прочтем теперь четвертый стих. Многие верующие считают, что автомобиль, радио и телевидение – это все от дьявола. Да, конечно, дьявол может использовать достижения человеческого прогресса в своих целях, но ведь их можно использовать и в Божьих целях. Схватите этого змея за хвост, друзья мои. Отвезите своего друга в церковь или кого-нибудь, кто еще не спасся. Пусть и они послушают Слово Божье. Призывайте смотреть и слушать христианские программы по телевидению и радио. Делайте все, что в ваших силах, чтобы все достижения науки и техники стали орудиями Бога, а не дьявола. Вы в самом деле можете сделать их жезлом в руках Бога. Бог призвал Моисея избавить Израиль от египетского рабства. Сорок лет он готовил Моисея в пустыне и, наконец, у горящего куста повелел исполнить задуманное. А Моисей, этот человек, который ранее был настолько нетерпелив, что опередил Бога в своем горящем желании помочь израильтянам, теперь не очень-то хочет принять на себя посланную ему Богом миссию Избавителя. Он начинает высказывать Богу свои возражения, и Бог вкладывает ему в руку жезл. И Моисей узнает, что жезл этот становится знаком власти, если его использует человек, принявший Бога, уступивший Богу и действующий по воле Бога. Но не только жезл. Бог дает Моисею еще одно заверение и еще одну гарантию своей заботы. А Моисей получает еще один важный урок перед тем, как он примет на себя великую миссию и выведет Израиль из Египта. Прочтем стихи с 6 по 8. Если они не поверят тебе и не послушают голоса первого знамения, то поверят голосу знамения другого. Для Моисея это знамение имеет особый смысл. Моисеево пазуха здесь – это символ его внутренней жизни. 23 стих 4 главы из книги Притчи Соломоновых гласит «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». Другими словами, рука человека выполнит требования его сердца. Бог хочет вложить свой жезл, символ власти, в руку человека, который принял его и подчинился ему. И теперь Бог хочет, чтобы рука Моисея находилась в согласии с его сердцем. В 17 стихе 7 главы Евангелия от Матфея Господь заявил «Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые». А в 45 стихе 6 главы Евангелия от Луки Господь говорит «Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое, ибо от избытка сердца говорят уста его». Вот и Бог говорит, что Ему нужны рука и сердце Моисея. Бог сегодня говорит и нам то же самое. Ему не нужны ни наши деньги, ни наши способности. Богу нужны вы, и нужен я. Получив нас, Он получит и все остальное. Моисей положил руку себе за пазуху, а когда вынул ее, то она была белой от проказы. Он положил ее за пазуху второй раз, и когда вынул ее во второй раз, она оказалась чистой и здоровой. Из сердца вашего рано или поздно выйдет наружу его сокровище, доброе или злое. Все зависит от того, какой вы. Бог хочет вложить свой жезл в руку человека, принявшего его. Он хочет, чтобы рука эта слушалась по велению сердца, отданного Богу. Вот чего хотел Бог от Моисея, от всех детей Израилевых, вот чего Он хочет от нас сегодня. Прочтем теперь стих 10. И сказал Моисей Господу, О, Господи, человек я неречистый, и таков был и вчера, и третьего дня, и когда ты начал говорить с рабом твоим, я тяжело говорю и косноязычен. Моисей выдвигает еще одно возражение. Он заявляет, Господи, для этой работы тебе нужен красноречивый человек, оратор, а я ведь даже говорю с трудом и вообще косноязычен. В свое время Моисей очень громко говорил, однако сейчас он чувствует, что этих его способностей недостаточно. Прочтем 11 и 12 стихи. Как видите, Богу нужна не только рука Моисея, ему нужны и его уста. Бог обещает, что будет при устах его, и научит, что говорить в нужный момент. Из нашего сердца происходит плод нашей жизни, и через уста человека, рано или поздно, выйдет наружу то, что у него на сердце. Вот почему Богу нужно прежде всего сердце Моисея. Читаем 13 стих. Моисей сказал, Господи, пошли другого, кого можешь послать. Моисей пытается найти себе замену. И Богу это, конечно же, не нравится. Вот стихи с 14 по 16. И возгорелся гнев господин на Моисея, и он сказал, «Разве нет у тебя Аарона, брата-левитянина? Я знаю, что он может говорить, и вот он выйдет навстречу тебе, и, увидев тебя, возрадуется в сердце своем. Ты будешь ему говорить и влагать слова в уста его, а я буду при устах твоих и при устах его, и буду учить вас, что вам делать. И будет говорить он вместо тебя к народу. Итак, он будет твоими устами, а ты будешь ему вместо Бога». Хотя Бог знает, каким пагубным последствиям приводит двоевластие, он выполнит просьбу Моисея. Моисей просит себе помощника, который будет говорить за него и совершает большую ошибку. Позже вы увидите, как это привело к серьезным трудностям, когда дети Израиля вышли через пустыню. В книге числа мы узнаем, что Аарон принимал участие в создании золотого тельца, когда Моисей был на горе Синай. Аарон впал в страшный грех, и допустил он его как раз из-за двоевластия. В книге числа появляются и иные проблемы. Чтобы вывести детей Израилевых из рабства, Богу совсем не нужен был Аарон, ему нужен был только Моисей. Но Моисей не желал полностью довериться Богу, поэтому Богу пришлось дать ему помощника. Мы должны признавать свою слабость. Но когда Бог призывает нас выполнить какое-либо поручение, мы должны Ему полностью доверять. Бог Сам поможет вам выполнить эту работу. Прочтем 17 и 18 стихи этой главы. «И жезл сей возьми в руку твою, им ты будешь творить знамение». И пошел Моисей, и возвратился к Иофору, тестью своему, и сказал ему, «Пойду я, и возвращусь к братьям моим, которые в Египте, и посмотрю, живы ли еще они». И сказал Иофор Моисею, «Иди с миром». Итак, Моисей возвращается в Египет. Читаем стихи с 19 по 21. «И сказал Господь Моисею в земле Мадиамской, «Пойди, возвратись в Египет, ибо умерли все искавшие души твоей». И взял Моисей жену свою и сыновей своих, посадил их на осла и отправился в землю египетскую. И жезл Божий Моисей взял в руку свою. И сказал Господь Моисею, «Когда пойдешь и возвратишься в Египет, смотри, все чудеса, которые я поручил тебе, сделай пред лицом фараона, а я ожесточу сердце его, и он не отпустит народа». Старый египетский фараон, который приказал убить Моисея, умер, а это значит, что теперь там новый фараон, и Моисей может вернуться. То, что Бог обещает ожесточить сердце фараона, всегда вызывает вопросы и возражения. Когда мы будем читать про казни египетские, мы подробно остановимся на этой проблеме и постараемся дать исчерпывающие ответы. А теперь давайте прочтем И скажи фараону, так говорит Господь, «Израиль есть сын мой, первенец мой. Я говорю тебе, отпусти сына моего, чтобы он совершил мне служение. А если не отпустишь его, то вот я убью сына твоего, первенца твоего». Бог не называл одного отдельно взятого израильтянина с сыном Божьим. Он говорил обо всем израильском народе. «Израиль есть сын мой, первенец мой». Бог очень терпеливо и мягко вел дела с фараоном и египтянами. В самом начале борьбы он предупредил фараона, «Либо ты отпустишь сына моего Израиля, либо я убью твоего сына». И потом, прежде чем он коснулся египетских первенцев, он наслал казни на Египет, чтобы дать фараону время и возможность увидеть и признать истинного Бога и отпустить Израиль. Но фараон, как мы увидим, этой возможностью не воспользовался. Во втором послании к Тимофею говорится о том, что способность к раскаянию это дар от Бога. Апостол Павел призывает скротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяния. А в Деяниях апостолов в пятой главе Петр так говорит об Иисусе Христе. «Его возвысил Бог десницу и Своею, дабы дать Израилю покаяние и прощение грехов». Бог дает дар покаяния некоторым людям, хотя в безграничной своей любви Он хочет, чтобы все спаслись. Бог пользуется людьми для исполнения своих планов. В свете этого апостол Павел толкует упрямство фараона в послании к римлянам, где говорится о том, что Бог для того и поставил фараона, чтобы явить над ним свою силу и чтобы имя его было проповедано по всей земле. В своей безграничной мудрости Бог для того и поставил фараона, чтобы через свое упорное сопротивление ему тот мог послужить к славе его. Поскольку сердце фараона останется бесчувственным, на него придется воздействовать последней казнью, убив его первенца. Неудивительно ли, что Моисей сказал ему об этом с самого начала. О том, что произошло дальше, мы узнаем из дальнейшего повествования книги «Исход». В следующий раз мы продолжим изучение четвертой главы этой книги. Вы прослушали лекцию серии передач по страницам Библии, подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214-214-Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214-Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте Трансмировое радио. Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышли всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok